Вы знаете о чем мечтали все советское время все преподаватели? Вы знаете мечтали о том чтобы дойти до каждого студента вот вы тот студент до которого уже преподаватель дошел чувствуете вот если бы вы были в аспирантуре как бы с вами работали вот был бы научный руководитель вроде меня доктор наук и аспирант вам повезло то есть вы как бы уже в аспирантуре это раз во вторых у нас какое отделение очно-заочное вот если бы вы сказали что это вечерние это значит кто вечером не пришел тот пропустил а очно-заочное но это все означает вот как мне это понимать заочно это же это то ли они есть то ли нет это одни вот я вас вижу остальных они может увидят вот так нас с вами да благодаря помощи наших товарищей одно как бы а мы понимаем что сейчас условия жизни какие мы такие что работа то все как 5 10 то есть если раньше ему сказать как вы там не явились и так далее принять меры уходят люди все занимаются стараются как могут у нас по закрывали вечернее отделение полностью на в институте философии просто нет его скажем завод в туз при металлическом заводе закрыт то есть раб работники завода которые раньше могли получать высшее образование надо вот приезжать сюда было там они расходу вышли завода из цеха или занимается закон закрыт его присоединили к политехнического университету что сделал политехнический университет сейчас же как вот те вузы которым присоединяют это вузы-поглотители они присоединенные учебные заведения ликвидируют а остальные доноры ну как это и здесь донор доноры почек доноры того что не то и скажем был инженерный экономический университет нет ни отношения вот мне сама собой был инженерный экономический университет инжекон был финанс Explosely EC и институт экономики университета экономики и сервиса ломоносовская рации и делали один университет экономический что от этого изменилась Ну, за каждой бумажкой надо ехать далеко-далеко теперь, потому что у Ломнауцевской, например, экономики и сервисы. А у Инжекона, ну, при Лугской там есть здание, а другой на Кузнечном. Ну, а Фенек, это около Невского, на Банковском мостике. А вот политехнический университет, он находится на Политехнической улице. А есть еще, и был торгово-экономический университет. Он находится на Новороссийской углу Политехнической. Беда его в том, что он оказался на углу Политехнической. Тогда и в раз, и присоединили в Политехническую. И где это все? Нет уже этого самого торгового. Ну, как оказалось, торгово-экономически, как он к технике имеет, какой он? Да, в общем-то, никакого. Но у нас за прошедшие три года ликвидирована половина вузов страны, чтобы вы знали. Поэтому вот, когда мы наблюдаем такую картину с вами, мы должны отдавать себе счет в том, что вот... А здесь вот у вас еще держатся, товарищи, журналисты. Как люди продвинутые, так и держатся. Лучи не трогать этих журналистов, начнут начать кричать, писать в газетах. Так что вы пока еще существуете. Итак, мы с вами должны рассмотреть вопрос об общественно-экономических формациях. Потому что вопрос о соотношении общественного бытия и общественного сознания вы рассматривали. Существует специальная категория, философская, выработанная Марксом и Энгельсом, которая называется общественно-экономическая формация. То есть можно вот взглядеть на общество во всем богатстве его проявлений. А что там есть? А все там есть. Исторические моменты, этические моменты, нравственные моменты, так, юридические моменты, как и угодно. Политические, экономические. А можно вот строго в соответствии с методологией, что бытие первично-общественное, а сознание вторично, вот рассмотреть такую типологию всех обществ существующих, чтобы выделить, прежде всего, экономический базис. Экономический базис надо выделить как живой, не такой, который мертвый. Скажем, производственные отношения, если взять только производственные отношения, то они же изменяются. Они изменяются в связи с развитием производительных сил. Поэтому их надо взять в единстве производительных сил и производственных отношений. Вот если экономические отношения производственные, то есть те отношения, в которые люди вступают, чтобы производить материальные блага, взять в единстве с производительными силами, это называется способ производства. И вот как выяснилось, что за всю историю человечества известно всего пять способов производства. То есть колоссальное такое обобщение. То есть стран очень много, народов очень много, эпох было много разных, а всего пять способов производства. То есть вот мы смотрим там страны современные и можем сказать, на основе какого способа производства они существуют. А способ производства это производственные отношения и производительные силы, они в единстве. Над ними возвышается политическая надстройка, это государство, и правовая, и идеологическая. В соответствии с тем, что сознание подчинено этому. Вот получается такая стройная структура, и можно тогда смотреть, какая страна какому способу производства принадлежит. А если способ производства брать вместе с политической и идеологической надстройкой, это будет общественно-экономическая формация. Поэтому категория общественно-экономической формации такой инструмент научный, который позволяет заниматься обобщением. Во всякой науке занимается обобщением класса, допустим, растений, класса животных. Или вот здесь такой формационный подход позволяет в значительном многообразии свести в довольно узкому кругу понятия и изучить именно с этой точки зрения. Общественно-экономическая формация. Какие это? Во-первых, первобытный коммунизм. Какая была собственность? Производство обеспечивало общественную собственность на средства производства. Общий труд, общие результаты труда, общее распределение. И как распределяли? Ну вот скудные объемы выпуска, правда? Что нашли, что собрали, что с деревьев сняли, что выкопали, кого поймали. Все это надо собрать, разделить. И это означает первобытно-общенный коммунизм. Почему коммунизм? Потому что коммунизм означает общий. Ничего тут такого высокого не надо тут придумывать. Тут ничего, никакой другой мысли, кроме одного. Если коммунизм, значит, общий. Или, как сейчас говорят, коммунальное хозяйство. Где там коммунизм? Коммунальный. Ну коммунальный – это общее какое-то там, общее помещение, общие лестничные клетки, общий подвал, общая крыша. Общая система водопровода. Вот почему она коммунальная? Общее. Больше ничего там нет, никакого содержания. Ну вот это первобытный коммунизм. То есть на что обращается внимание? Прежде всего на организацию производства. Производство такое. Мужчины уходят собирать, ловить мелких животных, зверяков, добывать коренья, снимать плоды с деревьев. Потом это все делать. В дизайнерском развитии, когда развивается производительная сила, они уже могут выкопать большую яму, поставить туда большой кол, накрыть это все. Так, чтобы загнать туда мамонт, мамонт провалится, наколится, и тогда можно его разрезать и, так сказать, жарить. Огонь поддерживать надо. Чтобы огонь поддерживать надо, надо сначала его получить. Получить его можно после того, как пожара какие-то где были, молнии, да? Или научиться трением. Если кто думает, что вот так натирать, ни за что не получится огонь. Не знаете, как труд, чтобы был? Это вот надо отверстие такое, палочку. И не так, а вот еще на веревочке. И тогда так двигается, она быстро тогда двигается. И вот там можно... Ну для этого надо приготовить такое, так сказать, что-то легко воспламеняющееся, чтобы, так сказать, мало полечить. Или вот кремнии, когда вот искры бьешь, они высекают. Искры, это с помощью этого зажигает. Но это вот большое, трудно вообще сделать огонь, поэтому его поддерживают. А раз поддерживают, вот, так сказать, там, женщина-хранитель домашнего человека, все у хранителя, потому что вот прогорит, и потом замучаетесь и добывать снова этого огня. То есть надо не забывать поддерживать, подкладывать все время. А раз подкладывать, надо приносить все время новые и новые дрова, и все время, чтобы это все грелось. И тогда можно поддерживать. Но поскольку народу было достаточно много, и семья, как бы, общая, ну вот, тем самым этот процесс осуществлялся. Примерно 90 тысяч лет прожило человечество. Поэтому можно сказать так, что человечество 90 тысяч лет прожило при коммунизме. Какому? Первобытное. Потом идет отрицание. В чем состоит отрицание? Собственность стала частной. А когда она может стать частной? Вот представьте себе, значит, вот вы меня победили. Ваше племя напало на наше племя. И выжило. Что вы будете со мной делать? Можете вы меня в плен взять? Это вам только кажется, что могу. Если вы можете, если я могу прокормить только себя, ну, такие слабые производительные силы, себя. Ну, что толку, что вы меня взяли в плен? Вы меня взяли в плен. И я, значит, себя кормлю, а вы еще меня охраняете. Это вам надо? Что вы тогда делаете? Убиваете вы меня? Да ладно, не надо. Знаем, убиваете. Зачем вам нужно? Кажется, что люди такие жестокие. Да не только убивают врагов. У вас родители есть? Пенсию получают? Еще не получают? Ну, будут получать. Если еще не перейду, но далеко-далеко там уже. Большие замыслы, глубокие, да? Ну, раньше, в это время, приобретенной общинной коммунизме, значит, сознательные были люди. Это означает, что если у вас есть родители пожилые, у вас родились дети. А прокормить нужно? Один человек может прокормить только вот самих себя и детей. Все. Значит, выбор такой, прокормить детей или родителей? Ну, как вы думаете, родители сознательные, что делают бабушка с дедушкой? Они пожимают вам руки, желают вам счастья и уходят далеко в горы. И все на это. Вот и вся пенсия. Ну, потому что, что значит пенсия? Пенсия, значит, надо производить продукты на вас, на детей и еще на старших. А вы можете произвести продукты только на себя и на детей. Да кто должен умереть, старший или младший? Почему сразу умереть? А потому что не хватает у вас. Не хватает. Вы хотите так выкрутиться? Никак не выкрутиться. Ну, не хватает. Ну, сами умрите. Вы умрете, значит, ни детей не будет, ни родителей. Потому что работает только вы. Только вы работаете. Вот ваше поколение, среднее. Старшее поколение уже не работает. Имеется в виду какие? Те, которые не могут трудиться. Слабые, больные. Не могут. Вы их можете кормить. Покормите. Значит, дети, понятно, что не могут работать. А вы можете. Вы можете выработать только на себя и на детей, или на себя и на родителей. Ну, отправьте куда-нибудь в пионерлагерь родителей, детей, чтобы они оттуда не вернулись. Есть такие? Ну, а что делать? Поэтому вот такой был обычай известного времени пожилые люди, которые не могут работать, прощались со своими детьми и уходили далеко. И все. Ну, а потом производительные силы развивались же. Вы же, если пойдете в музей, будете смотреть, как развивались производительные силы. Вот уже с помощью не таких примитивных средств, как были просто палка, но вы палкой накопаете, а уже там мотыги, уже ножи уже сначала какие? Сначала ножи костяные, потом каменные ножи уже такие сделали, а потом появились уже какие? Наверное, что легче сделать, бронзовые или железные? А? Нет, железные. Железные или бронзовые? Я не знаю. Ну, как вы думаете, что легче, плавится бронза или железо? Бронза. Бронза вообще это отдельный металл или это сплав? Ну, вот, скажем, есть никель, который легко плавится свинец, но из свинца вы ничего не сделаете, он мягкий. А вот, скажем, уже если идет олово, олово уже на твердое. О, олово с медью, вот он может дать бронзу научили делать, бронзовые орудия. А бронзовые орудия позволяют уже сделать что-то, оформить и сделать другие орудия, которые позволяют больше получать. А железные, это целая история. Вот, чтобы железо сделать, вы себе представляете, как железо делать, нет? Не представляете? Ну, поскольку главный у нас производство, то вы и не знаете его как журналист. Значит, железную руду видели? Ржавшину видели? Видели вы в лесу болото, болотца, ржавые такие болот? Вот там, значит, железная руда. Много или мало, это неизвестно, это раскапывать надо. Но там железная руда. Вы добываете, это что такое? Глина такая ржавая. Вы добываете эту глину, из этой железной руды можно добыть железо. Как его добыть? Для этого надо температуру иметь, горение там, в какой-нибудь топке вы разожгли и нагреваете эту железную руду. Ну, больше, чем 1000 градусов. А вот если вы разведете костер, сколько градусов? Или в печке у вас, сколько градусов? Печку вы зажгли, и как вы думаете, сколько там градусов? Сколько? Сколько, 500. Опа. Ну, 300. А? Может быть, 300. Сколько? 300. Ну, 500 максимум. Вот 500, 500. А температура, которая нужна для того, чтобы сделать железо из руды, больше 1000. И это требует... Вот как до этого додумалось человечество? Еще надо было додуматься. Значит, что надо сделать? Надо сначала сделать убыль из дерева. Деревя, древесный убыль. Сейчас вот пойдите в любой магазин большой, сетевой, там древесный убыль. Как его сделали? А? Из дерева. Ну, из дерева. А как его делаешь? Без доступа воздуха, нагревали, и из него всякие там ушли вещества, которые не дают, как раз мешают по повышению температуры. Он легкий и пористый. Вот этот убыль дает температуру. И вы, наверное, знаете, что прежде сначала сделали не на коксе, о чем потом будет разговор, а делали с помощью вот этого древесного угля выплавляли железо. Древесный убыль. Для этого надо вот при малом доступе большое количество положить, так сказать, черваков. И вот, чтобы они тлели, 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 но не давать им гореть, а чтобы они тлели именно. Вот получится у вас такой убыль. Этот убыль потом древесный дает температуру больше тысячи градусов. То же самое, например, если вы хотите нагреться сейчас, имея печку где-то, вы должны сначала приготовить убыль, когда уже синие угольки, синие огоньки уйдут, синие огоньки это значит горит СО. СО горит и получается СО2. СО это угарный газ. Он, если вы закроете, то вы можете умереть. Значит, надо закрыть тогда, когда они прогорят. Не будет уже, но надо успеть закрыть, и тогда у вас, вот когда у вас горят эти самые красные угли, вот тогда начинается действительно жар, и тогда вот температура будет где-то под тысячу сто градусов примерно. Вот тогда вы можете начать все плавить. Если у вас есть оловянные какие-то вот изделия, туда бросить, они все расстаются. То есть это сложная такая история, поэтому железный век это вот не такой быстрый век. Вот когда уже появляются такие изделия из железа, железный плуг, железный меч и так далее, железная саха или всякого рода лопаты или другие грабли, то есть тогда появляется возможность потом для того, чтобы разделывать, вам ножи нужны для того, чтобы разделывать шкуры домашних животных, понимали? Вот это целый называется железный век, то есть человечество долго до этого забиралось. Но это все в пределах первобытно-общенного строя, первобытно-общенного коммунизма и развитие производительных сил совершалось. И вот оно совершалось настолько, уже один человек может прокормить двоих. И вот вы меня поймали в это время у нас, война двух племен. Я вас агентирую, что если вы меня поймали и победили, то вы можете меня убить? Вот я вам советую меня не убивать. Давайте я оставлюсь живым, я работаю за себя и за вас, а вы отдыхаете, как говорится. Итогом мною командовать, чего вы плохого? Ну что вам плохого? Чего вы так настроены? И вроде как мы с вами побеседовали. Я, между прочим, был вождем племени у себя. Но если вы меня победили, вам-то плевать, что я вождь племени. Вы теперь уже держите меня в плену. И поэтому я вам говорю, что никакого резона вам меня убивать тут нет. И значит может начаться раса. Для этого надо что сделать? Вы уже не обязательно со всей общины это все делать. Вы забираете меня, еще таких. Так, теперь вам нужны крепкие ребята, которые будут охранять на случай, чтобы эти рабы работали, они убегали. и вы отделяетесь от этой общины и идете самостоятельно вести хозяйство. Так, и появляется собственность на что? Вот на эти орудия, на кусок земли, где вы это все ведете, где-то вы вскопали, и там вы проводите свое хозяйство. И появляется частная собственность и что? И рабовладение. И вот такой появляется переходный период. От чего? От первобытно-общинного коммунизма к рабовладению. Про переходный период меньше всего пишут. Почему? А потому что все обычно в таком развитом виде рассматривают все. А как это произошло? Как из первобытно-общинного коммунизма получился вот этот рабовладельческий строй, который был в Риме, в Греции и так далее? Как-то это не на слуху. Меньше всего об этом пишут. Это не очень развито. Вы понимаете, что если рабовладение здесь было, были рабовладельцы, свободные граждане и рабы. Все. В основном рабовладельцы рабы и немножко свободных граждан. Наверное, у них были рабы, но они плохо с ними обращались, они поумирали. То есть вы меня взяли в рабство, кормить не кормили. Я вас кормил, а вы мне не оставляли ничего, сами все съедали. И я умер. И пришлось вам теперь работать самой. Не знаю, зачем вы так поступили, но это ваш выбор, как говорится. Идно, теперь вы свободная гражданка и там была демократия в природительском строе. На каком собственности базируется рабовладельческий строй на частной собственности. На частной собственности рабовладельцев. Производство какое там? Оно ведется на маленьких участках или на больших латифундиях? Не, не на маленьких. Вы же рабовладелец. Вы хоть представьте себя, что вы владеете, у вас 500 рабов, такой маленький участок. 500 рабов и тогда большего участка. Ну а что, как журналист должен себя представить рабовладельцем в явном виде? А как выходить? В роль надо войти. 500 рабов у вас, вы, значит, какие у вас права? Абсолютные права. То есть вы можете меня убить, можете не убить. Пока сегодня решили не убивать. И завтра пока решили. Ну вот если вам вдруг бредет в голову, имейте право убить меня. Ну, поэтому кто я такой? Говорящие орудия. То есть я орудие для производства. Сколько я живу? Ну вы тоже думаете, вам же нужно, чтобы эта работа шла. Если я быстро умру, так будете вы свободны, но придется вам работать. А так вам надо присматривать за мной, чтобы я делал время от времени наказывать. Ну, чтобы я много не ел, если вы помните, были такие как бы специальные такие жабо деревянные, чтобы я когда виноград собираю, не дотянулся себе. Сейчас-то вот если вы собираете виноград, да ешьте, пожалуйста. Много все равно не съедите, потому что вот сколько его производят. А тут там все на счету. Потом как это вы рабам все даете? Ну, вот не особенно им давали. Но какое-то количество надо же давать им съедать, иначе пропадут. То есть это, короче говоря, орудие. А вы допустите, что у вас орудие пропали? Это же неправильно, правда? Вот. Поэтому один способ производства перешел в другой способ производства и, соответственно, построена была и система отношений надстроечных. настройка какая политическая? Это там было рабовладельческое государство, Демократия. А что значит демократия? Как вы понимаете демократию? Власть кого? Меньшинство или большинство? Ну, вообще-то получается меньшинство. Но поскольку я-то за человека не считаюсь и другие мне подобные, то получается власть большинства. Вот, допустим, она свободная гражданин, а вы рабовладелица, вы голосуете, а я кто? А я раб, я не голосую. Поэтому это демократия. Вы вместе там решаете, что со мной делать, как ловить убежавших рабов, как их наказывать. Пишите, что рабовладелец сможет сделать с рабом все, что угодно, и это записано, расписано в законах. А если это восстание, вроде как восстание Спартака, что нужно сделать со Спартаком? И пусть потом играет в футбол команда Спартак, сколько угодно потом, через много-много лет. А самого Спартака подавили. Но, видите, так осталось это в памяти все-таки Спартака. Точно так же, как и завод есть пивоваренный был Степан Радина. Правда, сначала Степана Радина подавили, потом завод подавили в 90-е годы. Знаете, где был завод Степана Радина? Нет? Не знаете? Проспект Огородникова, знаете? Тель updated проспект. Вот он в конце там, если к порту ехать, по проспекту Огородникова, там улица Степана Радина осталась. Улица осталась Степана Радина. От Степана Радина так и все мощности скажем пиво степана разин выпускает марку все оставили завода вена тоже нету но это все выпускает в великом новгороде завод дека адека это что за завод чей американский американцы они поддерживают степана родина память о нем сохраняешь а фарфоровый завод кто его приводить и руль тоже американцы но он же имени ломоносов был а теперь императорский помпор только империя не указано какая какая империя сейчас же империалистической держава является соединенных в америке так что это название им не противоречит все хорошо какой способ производства получился рабовладельческий он ведется производство на крупных латифундиях рабы иметь какие-то свои участки никаких участков вот работаете но вы даете им что-то поесть сильно много они не живут конечно продать вы можете раба не понравилось как я лекции читаю продать и он туда вот там кем продать и все тем студенты могут быть ровладельцы студентами да запросто если они собрались продали там купили другого себе пусть другое рассказывает кто командует у нас в родительском офисе рабовладельцы или рабы владельцы вот они все решают но у нас вот сейчас плохо конечно хуже стало сейчас не все решает студент значит этот строй называется рабовладельщика рабовладельческая общественно-экономическая формация там есть рабовладельщики способ производства это что это кооперативный труд операция кооперация за такая форма труда при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства планомерно то есть кооперация это далекая сказать глубина история кооперативный труд но вы же можете потом что часть продукции продать вот ей вам верно надо все хорошие верно на виноград вот виноград продайте сейчас винограда а нам денежку денежка в каких-то пределах существовала выпачки послали там в индию и купили там индийские какие-нибудь снадобья пряности у вас есть а у нее нет хорошо же так что то есть какие-то начала были товарного производства и уже и деньги были но они решающей роли не играли хозяйство было не товарная вот такой построен на кооперации какой рабовладельческой и вот раз так сказать вы не заняты непосредственно трудом значит вы можете заниматься журналистикой а также живописью а также поэзией можете писать пьесы можете заниматься математикой можете заниматься пением чем хотите и появилось разделение труда одни добывают средства жизни а другие используя средства жизни развивает науки искусство культуру и так далее и расцвет науки искусства культуры который был вот в древней греции в древнем риме и вклида мы читать сих пор геометрию изучаем по и вклиду когда и вклид написал свою геометрию вот он же древней греции был архимед чрева архимеда тайцы нет как можете сказать чем состоит уча рима архимеда ну самое такое вульгарное изображение тяга это архимедовые штаны во все стороны равны а пифагора пифагора да архимед это он жидкой в жидкость опускал что сколько вы вытеснили сила с которой вытесняется жидкость это равно которое она действует равно объем вытесненной жидкость а теорема пифагора пифагор а ну теорема пифагора знаете тоже не знаете квадрат гипотенузы это сумма квадратов катетов у треугольника прямоугольного но это было все давно ну так это вот истина добыта раз навсегда или только на то время раз нам сюда то есть постепенно вот начинают скапливаться духовные богатства человечества пьесы а мифы древней греции до древнего рима вот всякие мифы о богах прочее это все вошло в сокровищество человечества и так можно сказать какое-то известное оправдание даже этому тех отношений которые были и так а потом что это стало происходить вот постепенно рабовладельцы которые были воины так настоящие бойцы ну поскольку они сами не работали ну вот представьте вам не надо работать работать будет только другие ну вот и сюда не надо приходить некоторые так не приходит ну и постепенно разложились и поэтому их разогнать не представила большой возможности вот в один прекрасный момент такие мощные государства рабовладельческие вдруг пали под набегами барбару и что получилось в результате набегов этих фарка пропали производители не могут производительные силы пропасть потому что они материальные вот средства производства материальной поэтому вот эти варвары так называемые они получили в руки те богатства материальные и духовные между прочим если терюм у пифагора сохранилась то онiera к через кого сохранился носите варвара не выкнули же все они восприняли эту культуру или там алгебра это кто говорили алгебры то арабские арабские слова аль джебра аль мухаббала арабы изобрели это оттуда пошла пошла алгебра то есть в развитии шло продолжало идти но уже в другой форме казалось бы разбили эти государства рабовладельческие великие как скажем вот это рим рим великий да империю александр македонского не стало ее и чтоб замен а взамен не стали создавать рабство а что выяснилось что если не убивать этого раба и так как уже не особенно убивали какой смысл убивать раба если он работает ну и тогда это закрепили и законом то не надо убивать раба а что надо с ним делать но пороть надо его иначе не будет разрабатывать как еще составить что крепостных можно пороть и до какого времени пороли у нас вот в россии каком году перестали бороть а в каком году перестали пороть крепостных ну когда крепостное право ликвидировали в россии ну каком веке веками будет сейчас считать веками вы тут люди я понял серии серьезные такие а каком 19 веке в 19 веке на 1861 году крепостничество было отменено и вот они стали свободные раз свободные уже нельзя вот студентов можно их вот если они не выучили там или плохо они сдают можно и пороть нет это это не нормально все мы это и жили чего угодно можете заговорить ставьте какие-то там картинки там рисуйте тронут нельзя трогать с какого времени это пошло с 51 не так давно это было правда а до 61 года пороть можно было а женщин можно было женщин можно было пороть крепостных всех можно было да даже отразил товарищ некрасов своем стихотворении о том что вчерашний день часов шестом зашел я на стену и там били женщину кнутом крестьянку молодой какая-то на как это называется способ производства когда уже к хозяйства ведется не на основах рабского труда на основу на основах труда крепостного крепостных как называется я дамя по яссу феодальное общество вот феодальный способ производства и соответственно феодальная эпоха или феодальная форма тут производство существует в двух формах основное производство это производство помещище так то есть если я раньше был рабом то теперь я уже крепостной у вас меня пожалуйста убивать вы меня не имеете права заставлять работать сколько будете сколько я должен в неделю проработать у вас на барфель но вне в неделю конечно если я все время у вас буду работать если я все время буду вас работать я умру и у вас не будет крепостных вы думаете своей головой а но вообще хуже этой уже самый страшный крепость таких вы что злодеев среди крепостников не было какой но даже хорошо что вас не допускают чтобы поздно родились ну на вам вам во первых вот вы подумайте сами 5 5 вы подумайте меня за что сделать во первых я должен вас работать на барщине раз во вторых мне нужно чтобы у меня детей у меня сколько как вы думаете сколько у меня детей ну подумайте сами сколько неужели двое как час или один сколько а да ладно 5 что это за цифра 5 ну 10 13 13 и они же умирают 13 бог дал бог взял 13 детей у меня всех кормить жена 13 детей все это надо содержать кто это будет делать вы будете делать меня обеспечивать продовольствие нет я должен самый вещей продовольствие вы хотите входить в мое положение как я буду там заготавливать их хлеб картошку как я буду значит там выращивать порося шкур вам это надо это не надо вы хотите здесь у меня вот есть вы землю меня выделили на которой я буду сеять зерно и я буду все работать вы хотите этим заниматься или не хотите этим заниматься не хотите вот нормально три-четыре дня в неделю на барщине 34 уже четыре это довольно злобные такие крепостницы четыре дня а три дня вот крестьяне говорят они темные забиты не такие уж и забитые вот крестьяне например как только он свои четыре дня отработал или три у вас 4 у нее 3 отработал он идет заниматься своим хозяйством кто тебе решается что сажать как сажать как убирать когда убирать как подкармливать как у вас делала это решает он еще все решает крестьянин то есть он самостоятельный кусами самостоятельные люди очень толковую и толковой почему потому что это все же тут кругом mandate а что связано это значит они прекрасно знают природу а отkek прекрасно знать как бывать жизни ну а у вас я по вашей команде вот она у вас управляющая допустим а вы же как грозная барыня командуете парадом и я у вас должен работать под началом у вас какое производство кооперативное тоже кооперация какая кооперация такая форма труда помните только рабовладельская была кооперация теперь феодальная кооперация при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессов производства вот у вас есть управляющий она командует а кто не выполняет команды что все вы сидел а что делать будет не буду я выполнять вашей команды чего будете делать какие меры будет принимать не слышу ну какие будете меры принимать я не буду работать так просто а тогда я можно я у вас буду управляющий так пороть будем вас а что вы думали крепостное право право есть пороть не хотите работать сак ну сейчас повоспитываем опять свозим на сено и приведем ну как быть этот символ а символ знает что такое как переводится на русский язык слова стимул это палкой которая с заточенным концом которые погоняли ослов стимулирование этого это не то что заманивание наоборот это вот такое принуждение ну какая радость мне у вас работать никакой радости нет у меня там вот дети плачут там жена все мучается а я вот тут у вас такой а если я не приду вовремя и не буду вас много сад зари до зари работать эти три дня или четыре но так вы меня забьете до полусмерти поэтому я прихожу работаю хорошо вот это какой способ производства я дальний способ производства а над ним возвышается феодальная надстройка монарх и абсолютная власть и соединение политической власти и религиозной власти дескать бог же пастырем был а вы по отношению к богу кто овечки да вот и надо подчиняться если у вас ударили по правой щеке что нужно делать подставить левую все правильно понимаете только вы это понимаете применяйте ко мне поскольку я у вас крепостной поэтому я уже и тут у меня на щеке и тут уже все не прошло короче говоря вот так идет идет процесс и уже мы подошли с вами вот до 19 века а вот рабовладение когда отменили в соединенных штатах америке там было рабовладение там как бы вторичное было рабовладение там потому что там демократическое государство оно должно было настоящую демократию построить у нас то не настоящая в россии у нас на крепостничество было у них настоящего прямо чтобы рабовладение и партия какая партия отстаивала вот именно рабовладение как называлась партия в америке в сша которая отставила рабовладение демократическое вот видите люди просвещенные они потому что не мучили здесь сидели они ходили на свежем воздухе в них ясные свежие мысли демократической партии а некоторые думают что-то республиканцы тут нападает все время демократов и правильно на них нападают потому что они были за рабовладение а республиканцы боролись против юга и победили и в итоге освободили от рабовладения в каком году ну формально в 1862 году а в россии темный забитый от крепостничества уже следующую эпоху освободились 1861 поэтому когда вот к нам приезжают из америки нас учить демократии я всегда очень приветствую его и конечно у вас настоящая демократия она у вас на рабовладение как в риме как греции она у нас традиции демократические слабые она после крепостничества появилась только и то в феврале семнадцатого года наша демократия у них демократии прямо от рабовладения так все идет только поменялось демократии рабовладельщиками буржуазную прямо минуя как бы почти минуя феодальную да потому что уже это было буржуазное время как бы они в соединенных штатах америки это один из строя пропустили следующий способ производства когда появились появилась машинное производство это машинное производство позволяла позволяла значительной степени увеличить объем производимого продукта так и на на какой основе уже вот то что крепостные люди это вот они вот и вы так все время смотрели что я вот три дня у вас работаю а потом куда-то ухожу это плохо я должен все время вас работать но заставить меня вы не можете все время работать а вот если забрать у меня эту землю вообще забрать землю и вообще все отобрать и сделать меня свободным от чего от всего а вас сделать не свободным то есть чтобы у вас были средства производства фабрики заводы да то что получится то получится так что вы имеете право вы имеете право владеть своими средствами производства я имею право продать свою способность к труду или не продать. Вот если я буду продавать свою способность к труду, это что будет? Что такое способность человека к труду? Как называется? У Маркса это так более красиво излагается. Совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются каждый раз в ход при производстве материальных благ. Как это называется? У вас есть вот такая совокупность материальных, физических и духовных потенций, которые пускаются каждый раз в ход при производстве материальных благ. То есть если у вас послать картошку выкапывать, сможете выкопать картошку? Ну вот. Вот это называется рабочая сила. Короче, если короче, рабочая сила это способность к труду. Способность к труду. Вот способность, раз это товарное хозяйство уже развилось, капитализм. Он основан самое короткое определение капитализма это капитализм, это всеобщее товарное хозяйство. Если оно всеобщее, одни разоряются, другие богатеют. Те, кто разоряются, что должны делать? Ну, пойти к тем работать. А в качестве кого? Вы возьмете меня в крепостные? А зачем вам это в печали отвечать еще за это? Потому что вот если я был ваш крепостной и не урожай, вы допустите, чтобы я умер или нет? Нет, конечно, потому что я умру, и вы умрете потом. А кто будет работать? Поэтому вы добрая такая, скажите, что вот вам и вот Михаил Владимирович амбар, берите хлеб, потом отдадите в урожайный год. Ну, естественно, в двойном размере. Но вы же не допустите, чтобы я умер. А если я вот сейчас кого-то уволил, если я капиталист? Ну, уволил, уволил. Вот какое дело. Что с ним будет? Не знаю. На рынке есть другие. Если все поумирают, русские, из Киргизстана наберем, из Таджикистана наберем. Что у нас, малая республика? Наберем. И вы, наверное, видите, что и набирают. Говорят, дескать, зарплата маленькая. Ну, уходите, там есть другие, которые за эту зарплату будут работать. А что такое зарплата? Кто знает? Можно я скажу? Это цена рабочей силы. Цена. Вы же продаете свою рабочую силу? Вот вы продали свою рабочую силу. На сколько вы ее продали? Ну, положенное число часов. Сколько в России было число часов в 19 веке, когда уже капитализм во всей экономике развивался? 10 с половиной установлен в 1897 году был установлен впервые государством рабочий день. В объеме 10 с половиной часов. Вот 10 с половиной часов отработали и спокойнее идти, отдыхайте домой. А до этого вообще не было никакого государства определенного рабочего дня. 14-16 часов работали, а дальше отдыхайте полноценно. А? До 18 с половиной. Ну, это вы особенно злобные работодатели, я понял. Вы не могли не вставить такое словечко, что до 18, дескать, нечего тут болтаться, зря надо прибыль давать. А как прибыль получается? Очень просто. Вы работаете. Все по законам товарного хозяйства. Значит, я у вас купил вашу рабочую силу, вот за ту цену, что купил, вы вырабатываете товары по цене намного больше, чем цена тех продуктов, которые нужны для вашего нормального воспроизводства, чтобы вы не умирали, короче говоря, да? Ну, для воспроизводства работника, членов его семьи. Мне же не только нужно, чтобы вы сейчас работали, надо, чтобы потом и дети ваши работали, и дети ваших детей, и работайте, и работайте. А у меня вот эта разница между тем, что я вам отдаю потом и тем, что вы сделали, называется прибавочный продукт. А стоимость его это стоимость прибавочного продукта или прибавочная стоимость. А вот тот продукт, который нужен для вашего нормального воспроизводства, необходимый продукт. А труд, который вы совершаете на производстве необходимого продукта, это необходимый труд. Вот в современной России за один час зарабатывается товара, достаточного для того чтобы выпустить эквивалент заработной платы то есть восемь часов работает из них один час на плату а 7 часов работа на собственника средства и все по-честному почему по-честному то что я у вас по стоимости купил вашу рабочую силу вы получили стоимость свою рабочую силу получили все все а сколько я получаю это вас не касается свобода вам не нравится у меня работать идите он к нему у него 18 часов он только что объявил он вам покажет а ко мне прибежите как ошпаренный от него а и думаете от него тоже отбоя нет он там у него и узбеки они там по 12 и по 13 часов работают сколько угодно сейчас какой-то способ производства капиталистический какая формация капиталистическая общественная экономическая формация какая настройка соответствует вот если мы брали феодализм там была демократия никакой демократии не было потому что вы будешь барыня вы с детства учились управлять правильно вот на балы ездить так сказать красиво себя подавать а я о чем вот я хвосты какого мог крутить свиньям да бараном да за коровами ухаживать навоз грузить поэтому значит кто должен руководить но вы должны руководить в общем вы руководите вот тот класс один класс руководит это кто такие дворяне феодалы а другой класс должен работать что по-честному вот сейчас хотят честно и вы будут самые более честные строить такой одни работают другие руководят все никто не кричал что нечестно все честно вы же знает все знают что вы барыня все знают все знает что я крепость на знать если они будут работать меня будут пороть она вот будет порой я знаю и она знает все тут по-честному. Никто никого не обманывает. А сейчас говорят, все имеем одинаковые права, только у меня заводы и пароходы, а у вас ничего нету. Вот это хорошо, что у вас ничего нету. Вы же придёте ко мне и скажете Михаил Ильич, у вас нельзя заработать? Можно. Пожалуйста. Только у меня денег мало. Ну вы походите, может, ещё найдёте где-нибудь побольше. А вы походили, а у нас одна цена на рабочие. У нас что, нет общества, промышленников, предпринимателей, чтобы договориться, чтобы кто вот установит цену ниже, тому голову проломит какие-то чужие люди. Это не мы. Мы сами это не будем делать. А как вы можете повысить цену того, что вы продаёте? Вы можете повысить цену того, что вы продаёте? Я вас сразу уволю, другого приму. Есть какой-то способ, как бы вы повысили? Вот вы знаете. Не знаете? Цену. Не знаете. В одиночку никак вы не повысите только есть такое средство, забастовка. Разрешены забастовки сейчас в мире? Да вы что? Это что у нас? У нас демократическое. Хотите, бастуйте. Хотите, не бастуйте. Но если вы не хотите бастовать, значит, вы не хотите повышать зарплату. Это ваше дело. Но раз люди не хотят, что я им навязывать должен? Повышение зарплаты. Я не буду навязывать. У нас есть в законе записано, в основном, в Конституции записано. Право на забастовку. В Трудовом кодексе расписана вся процедура подготовки, организации забастовки, права забастовочного комитета. Пожалуйста, можете объявить бессрочную забастовку, и все. И пока вы не умерли, можете бастовать. Ну, а если вы хотите в одиночку повысить, этот номер, сами понимаете, чего вы в одиночку добьетесь? Ничего вы не добьетесь. Там за вами. Зачем? Зачем у нас безработица 4% в России? Как вы думаете? Это что, капиталисты не могут посчитать, сколько вот есть рабочих мест, сколько рабочих? Как вы думаете, они просто не могут посчитать? Или они специально делают меньше рабочих мест, чем больше рабочих? Вот вы начнете что-нибудь выступать против меня? Я говорю, так, видите, ваше выступление меня надоели. И там за вами, видите, еще 4 человека стоят. Ну, они придут. Они будут выступать. Там еще за ними стоят. Надо, чтобы были безработные. Поэтому нет таких капиталистических стран, которых бы не было безработных. И прекрасно понимает правящий класс, что безработицы вы не обеспечите вот соответствующие отношения к работе. Беречь надо свое рабочее место, какое у вас есть. Радуйтесь, что у вас есть хотя бы такое рабочее место. кто сейчас из вас скажет, что вы сейчас уверенность у вас есть в завтрашнем дне? В послезавтрашнем есть, а в послезавтрашнем тем более нет. Вот у меня есть уверенность, если у нас из вузов за три года наше доблестное министерство закрыло половину. Как вы думаете, у меня может быть уверенность задушнее? Вот вы сегодня меня видите, завтра видите, а на следующий год можете не увидеть. Может такое быть? Это запросто. Что-то такого. А я скажу, а я доктор, там профессор, ну, у нас много профессоров, докторов. Зачем столько много? Вообще нам образованных людей сейчас много уже не надо. Потому что образованные люди, от вас ведь ничего хорошего ждать, ничего. На что тебя критиковать? Особенно журналисты. Это такой народ начнут писать, изобличать, разоблачать. Как бы их там, вот видите, так и так вас. Я думал, хоть меньше будет ходить. Все, ходят и ходят. Перестали бы ходить, учиться. Закончилось бы это вот. Нет, вот эти вот щелкоперы будут потом критиковать всех. Не знаю, как, невозможно бороться со снаружи. И нас еще заставляет их же и натаскивать, чтобы они лучше боролись. Это ужасная система. Какой у нас университет? Это же государственная? А государство какое у нас? Какого класса? Буржуазная. Я поставлю вам от класса буржуазии осуществлять диктатуру буржуазии. Кто будет плохо заниматься? Два! И выгоним из университета. И это не шутка. Вот такое у нас правило. Дальше. Значит, после вы, наверное, понимаете, что раз это машинное производство, скапливается все больше людей. И рынки все время расширяются. И производство ведется не на отдельных каких-то людей, а на весь мир уже. Это вы прекрасно видите. Вот у вас из какой страны продукт у вас на столе лежит? Из Китая. Да. Вы же даже не скажете, вот у кого кофточка одета, из какой, на какой страны приехала кофточка. Черт тебя знает. Все, все, скажем, из самых разных стран. То есть, производство приняло развитый, при капитализме, развитый общественный характер. Потому что рынки, вся страна превратилась, вся земля превратилась, в такое поле, на которое работают все. Все работают на всех. Ну, все из тех, кто работает, конечно. Некоторые при этом обогащаются. Ну, это неудачники, а все удачно, которые удалось найти рабочее место, те работают. Ну, те, кому не удалось, те, просто собственники средств производства, скромные, такие, как Рома Абрамович, там, катается на своей яхте, никого не трогает, там, есть у него футбольный клуб в Англии. Вот он и смотрит, как он выиграет, не выиграет. А смысл футбольных клубов, вы, наверное, уже поняли, это крупные капиталистические предприятия. Зачем так много народу нужно собирать? А вы посчитайте, если там, допустим, сколько у нас на новом стадионе-то мест? не 60 тысяч, не помню, не знаете, сколько мест? Ну, ладно, давайте, тогда не будем о футболе, вот возьмем нашу известную СКК, спортивно-концертный комплекс, там 20 тысяч. Давайте, вот, чтобы мы с вами трое организовываем там выступления известных артистов. Стаса Михайлова пригласим, Пугачеву, дадим им по миллиону. Придут? То есть по миллиону, скажем, за вечер. Придут, да? Ну, еще кого-нибудь из известных. Неизвестных, нам они не нравятся, это нам не волнует. Нам важно, чтобы нравились тем, кто будет билеты раскупать. и почем билеты установим. Ну, в среднем-то, ну, сколько там? Ну, три тысячи-то нормально будет? Вот таких побольше надо, да? Ну, не надо уже совсем-то. Надо, чтобы место все было продано. Давайте по три тысячи. Три тысячи на двадцать тысяч. Сколько было здесь? Шестьдесят? Шестьдесят миллионов. Ну, на этих вот артистов мы потратим десять миллионов. И будут рады. А нас трое. Ну, чего? Тридцать минус шестьдесят минус десять остается пятьдесят. Ну, вам по пятнадцать? Тридцать? Ну, мне двадцать, поскольку эта идея моя же была. И вот мы как-то как бедняки и пойдем. Нормально же? Или как? Собчак говорит, я заработала. Так, а мы сейчас вот заработаем вот такую сумму. Нет, вы даже больше предлагали, но не надо зарваться. Мы же еще сделаем, это же у нас не последние. Какие еще известные артисты? А вот этого Галкина пригласим, пусть выступает тоже. Как кого увидим, так сразу звоним. вы звоните и говорите, я вот замгенерального директора по концертам. Вам миллион нужен за вечер? Не нужен? Хорошо, найдем другого. Миллион. Нам миллион за вечер ничего не стоит. Мы десять миллионов выделили, ну, там на это все охрана, все прочее, там билеты надо продавать и так далее. А эти темные люди заводами занимаются, там производят хлеб, зерно, это отсталый народ, а мы с вами таким делом занимаемся нужным, приятным для народа. И капиталисты придут, и рабочие пусть принесут свои, и зарплату несут, и прибыль пусть несут, все пусть нам несут. Вот вам товарное, хозяйство, капиталисты. Но вот производство относится всеобщий характер, а присвоение какое? Частное. И главное противоречие этого общества, капиталистической общественной экономической формации, между общественным характером производства и частной формой присвоения. И как оно разрешается? Ну, оно все время углубляется, углубляется, производство все время все более и более. Вот, например, я уже решил, что мне тут нечего делать, если я собственник огромных, так сказать, каких-то фабрик и прочее. Зачем я тут сижу в Ленинграде? Поеду-ка я туда на острова, а вы у меня будете генеральным директором, я буду вам платить в месяц миллион. Так? А вот я должен получать прибыль не менее чем 20 миллионов в месяц. вот как только я буду получу меньше 20 миллионов, каждую неделю вы мне присылаете по электронной почте письмецов. Все в порядке. Это что значит? Что я получил очередные 20 миллионов. Ну, я, конечно, из банка все равно буду уведомление получать из мобильного, что мне поступило на счет еще 20 миллионов. Значит, как только поступит 19, вы уволены. Понятно? А вы имеете в виду, как только поступит 19, она уволена, а вы назначены. Святое место пустое не бывает. Я нужен производству? Зачем я? Мне производство нужно. Зачем? Деньги от него я понимаю. То есть люди эти, хозяева первичные организаторы производства капиталистического, они уже организаторами фактически не являются. Они являются получателями сказочных богатств, а вы менеджер. Манеджер. Менеджер. Менеджер. То есть вы управленец. Управленческий труд же важный, но поскольку она нахватает столько миллионов, она потом скажет, я хочу завести свое дело и купит фабрику и тоже поедет туда. И будет она на соседнем острове отдыхать, загорать. и мы будем на яхтах ездить мимо и встречаться. Хорошо же будет. А эти пусть работают. и тут да-да, работать надо. Строить капитализм. Надо больше работать, меньше отдыхать. давайте. сейчас откроем и проблемы. Вообще это капитализм не предполагается удовлетворение требований работников, но у нас пока еще не устоялся. капитализм. вот такая картина. Это какой способ производства капиталистический и формация капиталистическая? Как разрешается противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения? Разрешается приведением формы присвоения в соответствии с общественным характером производства? Какая собственность соответствует общественному характеру производства? Общественная совершается социалистическая революция и появляется какая формация? Появляется формация коммунистическая. Коммунист означает общий, больше ничего не означает буквально коммунистическая, но она сразу-то не появляется, она проходит несколько этапов своего возникновения. во-первых, сначала переход от капитализма к коммунизму переходный период, потом коммунизм низшая фаза, это что значит? Такой коммунизм, который первый рождается, вот он родился и он имеет родимые пятна выхождения из капитализма, и у Маркса это написано в критике годской программы, и у Ленина в государстве революции, что это такой коммунизм, который еще только выходит из старого строя и во всех отношениях имеет отпечатки, родимые пятна того общества, из которого он вышел. а какие это родимые пятна? Ну вот есть распределение по труду, а не только распределение по потребности. По потребности есть распределение уже в первой фазе коммунизма, есть медицина по потребности, жилье по потребности, образование по потребности. Сейчас если перевести на деньги, нынешние деньги, вот эти блага, которые в первой фазе коммунизма у нас в России распределялись, в Советском союзе это получается где-то 58 процентов всех затрат а дальше уже затрата на питание на одежду и прочее ясное дело что если это такие блага как медицина если я больше работаю чем вы это не значит что мне надо вырвать больше зубов правда зубы надо рвать по мере таскать появление таких болезней или допустим представьте себе социализм первую фазу коммунизма и какой-то серьезное заболевание требует 100000 на на то чтобы сделать операции что надо ходить по родственникам по знакомым брать долг или вас отправляют на лечение даже торопят отправляли и торопили а сейчас если если у меня насморк у меня конечно по системе социально бесплатно медицина вылечит но если что-то серьезное но ищите деньги ну а такое образование такое такое благо как образование ну так сказать раньше говорили время первой фазы коммунизма которая была в ссср хотите учиться учитесь не хотите учиться уходите а сейчас и деньги учитесь нет денег но еще осталось у нас бесплатное образование значительной мере осталось те говорят что у нас нет бесплатного образования те на полу будут но платное образование у нас очень бурные вы знаете в том числе скажем наш брат профессора нам как бы все равно я даже вот не спрашивал платно бесплатно верить вам буду спрашивать по по вопросам они потому какое образование иногда правда приходится какие-то толстые зачетки есть тонкий за счет ага за толстые за счетки это платный платники идут а тонкие да бесплатники ну скажем на наш дорогой юрфак сколько в год плата если платный 240 тысяч если у вас есть 240 тысяч сидите на юрфак и ни в чем себе не отказывайте но в первой фазе коммунизма остаются еще виды такие продуктов которые распределяются по труду картошка скажем она хоть стоит 10 копеек что за картошка килограмм но по труду больше работы бочку можете купить картошки капуста 5 копеек килограмм солите если хотите и так далее то есть двойная смешанная система распределения когда был построена первая фаза коммунизма в ссср каком году журналисты вот вы же не из японии из россии просят а когда у вас была первая фаза коммунизма когда утрачена она была вот вы уже знаете а когда она была построена в 1936 году как это узнать а очень просто у нас общественная собственность на решающие средства производства сформировалась в городах уже двадцатом это к концу двадцатых годов двадцать восьмом году уже появились появились пятилетние планы и с разбивкой по годам то есть все производство городское подчинялось общественным интересам если она подчиняется общественным интересам значит собственность а в деревне частное хозяйство были бедняки серединские кулаки кто такие серединки это мелкие буржуа кто такие бедняки это батараки в основном те которые работают на сельского капиталиста кто такие кулаки это сельские буржуа то есть у нас был в городе уклад социалистический коммунистический а в деревне буржуазное производство коллективизация привела к тому что и гор и в деревне производство тоже стала столичком что мешало раньше проводить коллективизацию а что мешало для того что если вы проведете коллективизацию и просто соедините все мелкие хозяйства в одно хозяйство и что от этого будет а ничего не будет хорошего а вот если вы соединили направили в деревню 200 тысяч тракторов и соответствующие техники сеялки и веялки молотилки так это совсем другое дело поэтому скажем проводить коллективизацию если у вас промышленности дня нет соответствующее обеспечение села необходимыми орудиями а как эти вот орудия отдавались колхозом или они были сосредоточены на государственных предприятиях деревне как назывались те государственные предприятия в деревнях деревнях на которых была сосредоточена госпринадлежащие государству сельскохозяйственная техника ну скажем вот зачем комбайны отдавать колхозу вы же его уберете вот у себя зерно и больше дошли еще бы года будет стоять этот комбайн а если это комбайн государственный вот на юге уберут на север пошли эти комбайны перевели дальше по мере того как погода как говорится более тепло более ткать холодает кончается лето куда перемещаться должно должна техника на север вышел и вышел на севере позднее вырастает урожай и так постепенно техника и двигается туда поэтому техника была сосредоточена где вам слова мтс ничего не говорит не путать с телекомпанией мтс машина тракторные станции вот там был рабочий класс это государственные предприятия на селе которые позволяли соответственно регулируетесь и колесное производство вы гречу будете сеять будете вам технику даем вы не будете гречу чей вам технику не даем потому что это наша техника хотим даем хотим не даем правильно нормальное отношение короче говоря как только произошла коллективизация и упрощилась она после того как были колхозы снабжены соответствующей техникой мы конечно на самых главных экономических параметров останавливаемся есть всякие другие политические они отражены в литературе тому шолохова поднятые силене там много всяких было проблем но если брать экономическую сторону как только была обеспечена сельскохозяйственное производство необходимой техникой то она стала закончилась такая эпоха когда могли бы мог существовать голод потому что пока не механизированное производство но все зависит от природы а уже начиная с середины 30-х годов никакого голода не было и быть не могло потому что уже все зависело от того как будет организовано сельскохозяйственное производство масштаба всей страны и дело сельского хозяйства было делом всей страны на самом деле они отдельных крестьян которые как хотят так и мучиться должны на своем участке вот товарищи которые потом ставят вопрос а когда у нас был построен коммунизм когда был построен коммунизм в ссср и того когда общественная собственность установилась у нас и в городе и в деревне в середине 30-х годов вот в середине 30-х годов и был построен коммунизм какой неполный не развитые незрелый кто этого не усвоил этого не усвоили руководителя кпсс потому что они вдруг начали рассказывать что бывает какой-то социализм спелый зрелый развитой но если не развитый коммунизм развить что будет будет полный коммунизм правильно а у них получилось не то ничего не полный коммунизм а какой-то зрелые социализм по поводу него шутили что это такая высокая стадия социализма когда еще без денег ничего не дают но и за деньги уже купить ничего нельзя и такая форма горит появилась новая заказываешь по телефону а получаешь по телевизору форма доставки продукции или там мы вступили в этап разве то социализма все три слова пишут отдельно когда начался переходный период снова от социализма капитализма в ссср такой переходный период начался после того как из программы партии на двадцать втором съезде было изъято главное положение диктатуры пролетариата ну а каждый грамотный человек как в свое время ленин отмечал должен понимать что либо возможно либо диктатура пролетариата либо диктатура буржуазии то этого не понимает либо безнадежный идиот либо политически настолько неграмотен что его не только на трибуну на собрание пускать стыдно нашелся такой человек на трибуне никита сергеевич хрущев который с этим выступил а уже в 1962 году в новосеркасске по указанию председателя совета министров хрущева были расстреляны рабочие то что диктатура пролетов была уничтожена получила свое такое материальное воплощение за что а за то что они требовали не повышать цены и не снижать расценки это требование во всем мире самых разных места идет у рабочих обычные нормальные требования цены не повышать расценки не снижать то есть как вот я работаю работа ничего не поменялось в технике вдруг уже теперь надо сделать больше расценки снижены или цена повышается вот тех кто требовал не повышать то есть требовали то чего должны требовать то есть можно сказать что 61 62 года у нас начался переходный период от коммунизма к чему капитализма снова и благополучно завершился начале 90-х годов потом мы имели разрушительные 90-е годы потому что вот при капитализме началось если при социализме бурный был подъем экономики то тут было бурное разрушение к чему она привела она привела к тому что упало производство вдвое за 90-е годы вдвое два раза меньше стала производиться чем разводилась как это отразилось на жизни людей очень просто смертность 90-х годов стала превышать рождаемость и вот мы с вами живем в это время 90-х годов смертность все время превышает рождаемость и сколько бы не избирали в данного президента вот выйти в белом и сказать что за время как я выступаю президентом у нас преодолено такое позорное явление к превышение смертности надо рождаем не преодолено семнадцатом году смертность превысила тоже рождаемость хотя вот есть материнский капитал который каждый раз продлевают то есть какой-то уверенности нет дескать вот продлять не продлят а что раньше не надо поддерживать семьи что ли потом будет то есть это не постоянный закон а это какая-то мера которую как вот продлевает то ли проделать то ли не продлил это раз во вторых это материнский капитал никогда не припадает материал почему потому что материнский капитал где находится в банке если ваши дети будут поступать в вуз когда они будут уже выступать тогда этот банк который до этого процента себе то есть он эти денежки сдавал давал в рост кредит получал проценты на них материнский капитал как бы в матери свои деньги дали как бы банку чтобы банк расцвел и дескать даже когда ваши дети пойдут у вас в образование будет платное и вы эти денежки ухните на образование раз второе вы можете на них купить квартиру но по объему затрат это столько сколько составлять 10 процентов от затрата если вы 90 процентов можете оплатить то 10 процентов вам оплатят из этого материнского капитала сказал вот вы становитесь матери и вам приходим на блюдечку только емочкой даем скажу миллион плохо нет неплохо не такого не а это повод банки обогатить матери это хорошо но банки лучше вот так сейчас но что-то сейчас вот какие-то деньги вот можно получить из этой суммы которые как бы выделены лежит в банке можно даже трудно я могу затрудняюсь сказать сколько и как их получать но как-то получает еще какое-то на что-то на какие-то нужды можно но это как вы понимаете посадить надо здорово это не то что я вам дал деньги вы но если вы мать еще до недостаточно эти справка нужно что вы мать вот ребенок а это ребенок не в счет у вас есть бумага что это ваш ребенок ну давайте эту бумагу все равно не дадут денег так и будет это в банке лежать ну вот по крайней мере эта картина такая что на сегодняшний день смертность продолжают прежде это вот характеристика это уж отсталого способа производства которым мы опять пришли но нас сейчас это не очень интересует мы с вами такой обзор даем способов производстве соответствующих формаций коммунистическая формация была часть формация опять капиталистичка всего остается пять формация если вы переходите назад то вы снова попадаете в переходный период если вперед опять переходный период если будет переход от капитализма коммунизма будет переходный период и в мире же сейчас полтора миллиарда живет в социалистических странах это не те страны в которых уже построен коммунизм а А начался переходный период, а первая фаза только в КНДР. А у остальных нет. Переходный период. И на Кубе, и во Вьетнаме, и в Китае. Переходный период от капитализма к коммунизму. Но это полтора миллиарда человек. Это не так мало. Перерыв. Десять минут. Десять минут.